всем привет мой лук можно сказать на сегодня как муж сказал бы наверно олдова так москве не одеваются но мечет уже нет времени переодеваться не безумно жарко поэтому я в таком вот немножко пёс разной разноцветном свете иду и сейчас расскажу какие у меня планы на сегодняшний день на сегодняшний день короче меня куча делай и не особо короче приятных но одно из них прям вообще жесть вот подкидывает мне жизнь какие-то приключения вещать и и дела которыми я сейчас мы всем не хочу заниматься ли кого-то это просто бытовые обычные дела бы для меня это просто как нож горло приставили я вообще не хочу это делать значит заправиться это закончился бензин вот и я еду сейчас у меня так как у меня в моей квартире газовое отопление индивидуальное отопление короче то есть я у меня есть газовый котел и я в соответствии с счетчиками плачу и мне почему-то стали то есть я сдаю нулевые показания счетчика они меня не менять это как я там не живу я сдаю показания счетчика нулевые мне там в платежке по моему то ли июне то ли июля мне некогда было разбираться меня не было в данный момент в саратове я ведь платежки не видел и получил только недавно вот я глянула там у меня оказывается начисляют короче по тарифу не по моим показаниям а по тарифу а причем прибавилось плюс 4 чутка а в один месяц в один из месяцев прибавилось плюс 4 губа вот и потом просто по нормативу стали считать с какого перепугу я не пойму мне как-то было в прошлом году такая история какая-то бабушка путала лицевые счета и она звонила газовый издавала показания счетчика указываемой лицевой счет и свои показания счетчика и в итоге мне пришлось вызывать контролера который бы посмотрел сделал бы поверку счетчика и дал заключение что он нормальный что это у меня вот именно данные показания счетчика не какие-либо другие или чё-то я не знаю я так думается мне что такая же херня у меня в этом году а меня жутком его вымораживает вообще ну мало того что это вообще не моя как бы проблема не как сказать не моя причина то есть это не по моей вине вот не по моей вине мне каждый раз начисляют непонятные какие-то суммы и каждый раз почему-то какой-то головняк у меня с этим газовым вот просто вот меня знаете мне ходить в эти всякие организации настолько муторно настолько неприятно выяснения вот этих вот тем более опять же не по твоей вине каких-то непонятных этих то есть меня почему-то с газовым постоянно какая-то фигня вырисовывается там еще ходит проверять счетчики хотя счетчик мой действительно до 23 года но сюда стану хотя счетчик действительно меня до 23 года но приходит проверку делает и там какие-то погрешности в счетчики бывают как вот например мне написала одна из женщин которые проживают этом доме что у нее на большой комфорке счетчик нормально крутился на маленькой крутился как-то не так и я уже чуть признали плохим неверными действительно моей нужно менять счетчик то есть сколько во сколько она же дважды поменяла счетчик после застройщика поскольку это обойдется если мне скажут там ну короче не знаю вот сейчас поеду во-первых сделаю фотографию своего счетчика а во-вторых все сына отъеду то есть не хочу это фигня заниматься меня прям жутко вымораживает у меня от таких походов а еще большой старт снят потом сначала старт снят да потом старт снят во время еще и после меня не отпускает еще знаете такой момент вот отдела я сегодня свежую чистую куртку посмотрите что у меня с ней произошло от тоналки который сейчас данный момент меня на лице с этим делать я тоже не знаю у меня были есть влажные салфетки удаляющие пятна вот но они у меня они у меня для куртки больше подходит которая знаете такая вот юдашкинская куртка и которая была гладенькая то есть и легко вытирать этими салфетками это куртка нам как знаете такая похожа больше на матерчатую чем на и зон зонт из чего она сделает из каких у нас зонт и делают материалов то есть она более матерчатая такая ее сложно убрать этими салфетками а стирать каждый раз после того как я одеваю ее но это конечно не вариант смотрит на мою машину оглядывает дедулька стрекулька вот такие дела сейчас я еду значит в ингресс на квартиру там забрать мне кое-что нужно забрать собрать как обычно переезжаю потихоньку перевожу вещи потом еду в газовые сделаю фотографию своего счетчика принесу им скажу что это мне проживают данный момент в этой квартире на всякий случай взяла свидетельство о браке чтобы они посмотрели что я вышла замуж и возможно такие не проживаю взяла старые платежки по коммунальным платежам жкх что показать ему что у меня не меняются показания счетчика света и света и чего там еще за дня уже становись ладно пойду заправляться заехал заправилась знаете все духовные практики учат тому что жизнь нужно относиться к жизни как увлекательному путешествию научиться жить здесь и сейчас вот но к сожалению меня это с трудом просто с большим трудом получается я не знаю если среди вас такие люди которые легко относятся к каким-то проблемам случилось так философски ну значит это моя карма значит будь что будет и так далее мне это тяжело дается мне это тяжело наверное один очки с вашего позволения что мне солнце в глаза не било это пуберлик очки очень классные крутые я купила их мужа они были на распродаже очень лаконичный такой дизайн аккуратненькие темно-синие матовые здесь на дужках интересная перфорация с такими штучками но их наверно нету сейчас может быть в каких-то регионах есть но по-моему в саратовском нету регионе классные реально очки я папе такие брала и они именно для вождения для вождения за рулем потому что не все подходит многие бликуют искажают расстояние эти вот классные они от солнца хорошо защищает и ультрафиолет у них такой приличный там тройка что-то и 400 как-то так из новостей что еще из новостей все никак не могу убраться доме нету времени я сегодня встала 4 ролика сделала так по мелочи какую-то свою рутину ритуал знаете ритуал каждого дня вот и все мне уже надо было собираться и выезжать что собственно говоря я и сделала хочется дома прям комплексно убраться потому что после болезни мы как-то точечно в каких-то локациях это делаем и потом ну там то занимаемся этими ягодами панели белые у кухни все это заляпывается быстро то есть варишь-паришь и вот эти вот брызги летят и мы как-то локально убираемся получается что проходит время уже к этому месту там прошло время допустим уже это место можно заранее убирать поэтому хочется как-то вот комплексно убраться еще вещи туда-сюда перевожу квартира маленькая мне некуда это все выложить мы собирались покупать такую штучку специальную который у меня есть у родителей то есть специальная вешалка для стационарная такая для одежды вот но ее тоже не знаю не здесь когда купим и пытаемся помещить поместиться в двух маленьких шкафчиков тоже получается это с трудом пробка огромная надеюсь когда я обратно буду ехать она уже рассосется погналась там по-моему ограничение 40 было осень красивая осень конечно красивая я за красоту можно любить полюбить еще очень метеозависимо кто такой же как и я очень остро реагирую на погоду состояние сейчас более сонливое и мне приходится выпивать кофе чего никогда не было но во первых у меня режима дня и отдыха он сейчас немножко поменялся и до этого что-то как-то привыкла ложиться в 10 вставать там 8 сейчас что-то у меня все поменялось и я что-то ложусь в 12 и 8 я себя поднять не могу хотя вроде бы выспалась 8 часов а поднять я не могу еще я принимаю мелоксен это тем кто ковидом болел это пост ковидное восстановление мелоксен рекомендую пить либо мелатонин по другому вот и получается что может быть он мне какой-то дает не сбой а может быть мне наоборот рано сложиться тоже может кто знает ответит мелатонин когда начинаешь витамины принимать как нужно укладывать себя раньше и тогда будешь вставать раньше что на что он влияет он как-то сам регулирует то есть он тебя сам укладывает спать ну то есть у тебя наступает через какое-то время желание заснуть вот не знаю не могу мне почему-то от него хочется спать я не высыпаю за 8 часов у меня такой от него не знаю побочный эффект не побочный с ним или это связано или нет но такое имеет место быть и я очень зависимая то есть я без чашки кофе сейчас вообще пасмурная погода почему-то уже не могу проснуться хотя зависимости меня никогда такой не было никогда у меня не было как другие там я без кофе не могу проснуться у меня никогда такого не было хотя я пила кофе я могла пить каждый день кофе но с этим у меня проблем не было а это мало того что ты проснуться не можешь так еще и вроде бы выспавшись даже 8 и 10 часов я сегодня уже там в 9.20 еле-еле себя подняла так еще и плюс ко всему там тебе кофе нужно чтобы хоть как-то взбодриться благо у нас есть кофе фаберлика но мягкая не кислая не горькая обожаю это кофе прям вот кайфую от него кто не любит не кислая и не горькая кофе не с горчинкой рекомендую всем под души от души рекомендую получите удовольствие даже если там есть у нас дневное утреннее молотое в зернах хотите молотое покупайте хотите молить сами вот но оно мягкое и даже утреннее не горькое не на много разницы особо не чувствую но как мне кажется вообще не намного крепче чем день вот короче как-то так как-то так и не могу я проснуться еще сейчас пасмурная погода наступает я смотрю там вообще просвета в течение недели нету пока я с вами болтала сейчас доехала уже до Энгельского пляжа городского самого еще чуть-чуть можно сказать и я буду дома ну тебе не дам я тебе поехать быстрее такая вот я оперативная сейчас уже блин у меня с голосом сейчас уже еду обратно а вот сделала все практические дела время уже начало шестого сейчас уже и муж с работы как раз вернется почти его вместе одновременно приезжаем значит по поводу газа все решилось благополучно но все равно какой-то неприятный осадок осталось и там еще история со счетчиками вот через 600 метров круговое движение второй съезд приятная которая по всему дому а так пересчитали мне оказывается кем-то не знаю кем были поданы показания счетчика действительно больше чем я подаю а у меня почему-то это в личном кабинете нигде не зафиксировано потому что она говорит подали через интернет но в личном кабинете у меня нет изменения в показаниях счетчика а они там видят изменения какие-то почему у меня в личном кабинете нет тоже непонятно и поэтому мне приходит так как круговое движение второй съезд у меня счетчика на самом деле у меня больше поэтому система система и не дает прямо 4 километра по средне нормативам что ли по нормативам считает вот и я сдала показания счетчика который на данный момент у меня действующий и мне сделали перерасчеты и это же отразилось в личном кабинете то есть все нормально но там у многих неприятности со счетчиком а именно по нашему дому там люди оказываются должны газовой компании за несправность счетчика хотя у них все крутит но там короче не хочу вдаваться подробностей по тридцатке просто 30 тысяч можете себе представить когда у меня 30 тысяч хорошо если набегут за 10 лет проживания в этой квартире просто просто ужас какой-то газовая компания самая бедная решила нагнуть население но там не буду вдаваться в законодательство там кое-какие тонкости я сейчас съездила в магазин на сменок сейчас подстаю в пробке и саратов получается специально за овощами ехала овощей нет может сможем прогуляемся с утра вот вот у меня еще дыня потекла в машине покупала дыню такую уже мятую и она мне здесь еще больше пропала так они вытащили ее из машины и долежалась называется мне какой цвет лица такой заблюренный вот короче как то так какие вещи с дома спрала восьминоги я не помню вам сказала много всего восьминоги закупила и рыбу и барабульку черноморскую черноморская барабулька здесь у нас в саратове стоит дешевле чем там в этом рябушку взяла но она вся мелкая ту рябушку которую восьминоги показали в инстаграме и так которая купила это небо и земля я посолить ее хочу сейчас может быть и посолю но у меня много чего нету вот я щас опять же представила мне солить у меня нет специй определенные которые нужны для засолки горчицы нет есть просто пряного помола только лавровый лист не знаю посмотрю засолить хочется соленый хочу может сейчас и сделаю без горчицы обойдусь по моему мужа нету мимо у меня магазин никакого не будет надо записать список покупок из дома не забрала она там горчица была надо было из дома забрать ну значит без нее будем короче как-то так все забываю что-то беру что-то забываю и каждый раз такое что-то возьму а что-то забуду единственное можно засыпать специи наши фаберличные и там с хорошим содержанием специй какой-нибудь деть для ароматного стейка например ну ладно это я уже только разговоры слух так ладно сейчас пробочки немного постою и все и буду дома мне только через мост перемахнуть и все я почти дома или все-таки магнит заехать там есть магнит такой интересный можно ехать все-таки в него горчицу купить с другой стороны фиг она нужна в принципе обычную перец засунуть туда муж лаврового листа и все лень просто лень матушка вот мой лов на сегодня с магазина сменолк взяла рыбу терпу говорят она очень классная очень вкусная когда ее готовишь это самая тип вкусная рыба не знаю не пробовал это вообще на медленно новинка вот взяла там потом барабулька барабулька причем крупнее гораздо и дешевле чем если покупать один спросил в вакуумном пакете она дала не вакуум не вакуум не вакуумированный килограмм или полкило сколько килограмм или не килограмм сейчас мы с вами взвесим вот дешевле чем брать на черном море это барабульку покупать взяла брокколи брюссельскую капусту это я буду в терпух добавлять из попробовать из новинок петаха и еще восьминоги продается слайсы этого манго инжир попробую тут такой вот ананас интересный один муж один себе тоже на пробу взяла и вот это вот не помню какая-то петуха петаха слушайте я ее просила гуалу он ничего не взвесил у меня еще там мне не нравится то что восьминоги выдают чеки без ну без скрина того за что-то заплатила без распечаткой вот эти вот жутко неудобно вот я ей что-то еще попросила положить гуалу попросила положить в итоге она мне походу не положила и я этот момент просмотрела вот и большую взяла еще горбушу мы купили как-то симу она стоила 750 рублей восьминоге мясо похоже на горбушу то есть вообще нет смысла переплачивать вот короче как-то так еще взяла ряпушку она такая какая-то грязная и ожидание реальность конечно колоссальная потому что там естественно в качестве рекламы показывают в инстаграме классную такую крупную ряпушку с укрой мне досталась какая-то прям ну реально мелочевка буду промывать ее чистить не знаю буду или нет и сегодня засолю но это не может в общем это не может не знаю